И, соответственно, приветствую Евгения Козлова, который сейчас нам расскажет о сети правил. Всем добрый день, дорогие участники КИСАР. Я рад вас приветствовать. Еще раз представлюсь. Евгений, фамилия Козлов. Действительно, я проработал в ресторанном бизнесе более 10 лет. В 1999 году я пришел по моему официантам, прошел все должности практически, кроме кухни. Был директором, был замдиректором. Наверное, только управляющим не было. И спустя 10 лет я задумался о том, чтобы иметь пусть небольшой, но свой бизнес. И в 2009 году я решил открыть магазин по франшизе. Сейчас эта франшиза уже не существует, но магазин работает по сей день. Кстати, нарушает статистику, если вы знаете, что самый первый бизнес, он практически не выживает. У меня, наоборот, получилось, что самый мой первый магазин, он выжил, работает до сих пор даже с моими продавцами, которые там до сих пор работают, несмотря на то, что я его 6 лет назад продал. Так вот, я его открыл в 2010 году, в самом начале, и проработав 5 лет, встретил первый свой кризис в качестве предпринимателя в 2015 году. Вот тогда я задумался о каких-то новых инновационных инструментах, начал читать вообще книги по маркетингу, задумал о том, как мне привлечь, поддержать клиентов, как с ними коммуницировать и так далее. Мне очень заинтересовала вообще, в принципе, реферальная программа привлечения клиента. Что такое реферальная программа? Это когда друг приводит своего друга в ваш бизнес. И я начал искать эти инструменты через знакомых, кто бы мог мне написать их на базе 1С, тогда у меня учет на программу 1С. И в итоге вот через друзей знакомых и знакомых я столкнулся с программой лояльности UDS. Кстати, пока мы не ушли далеко от первого слайда, на нем не зря стоит визитка Инстаграма. Подпишитесь, пожалуйста. Всем, кто подпишется сегодня на меня, напишите мне в Директ, я пришлю еще дополнительный PDF в подарок от меня, 23 источника трафика для клиентов. Это работает очень хорошо в контексте именно нашей программы лояльности, поэтому подписывайтесь, пишите мне в Директ, я всем отвечу, всем пришлю файл. Далее. Таким образом, мне понравилась эта программа тем, что есть реферальная система привлечения клиентов, тем, что это инновация, все-таки в 2015 году не было такого количества мобильных приложений. И мои клиенты, мои покупатели, они были в восторге, был некий вау-эффект такой от того, что в небольшом магазинчике у дома появился вдруг программа лояльности в виде мобильного приложения. Ощутив на себе преимущество работы с мобильным приложением, я уже принял решение стать партнером компании, и на данный момент я являюсь партнером Global Internet Service, являюсь интегратором, внедренцем, и с Алиной еще развиваю сеть баров 13Rows, как сказал Равиль, с партнером Алексеем Амельченко, мы открываем эти бары, я сопровождаю именно открытия, и именно про них я сегодня расскажу вам, как это работает в нашей сети. Всего у нас более 40 баров, потому что какие-то закрылись все-таки в пандемии, какие-то у нас по большей части сейчас работают на отдельных лицензиях UDS. Вот 5 баров, они начали в свое время хорошо работать с UDS, накопили клиентскую базу, и мы так и оставили эти 5 баров на одной лицензии. Что такое вообще бар 13Rows? Это что называется Local Pub. Local Pub – это небольшой бар у дома, куда ходят в основном постоянные клиенты, постоянные гости, либо те, кто проживают в этом районе, либо работают рядышком. То есть соседние бизнес-центры, ЖК и так далее, вот наши гости. Барни большие, буквально на 30-50 посадочных мест, барная стойка контактная, один барман, без официантов, можно подпись заказывать на стойке, забирать напитки, еду, садиться за стол. Можно поиграть в какие-то игры, в мафию, что у нас еще, какие-то, послушать камер музыкантов, выступать периодически у нас, ну, такой свойский большой баршик у дома. И за время работы с МЛС и UDS мы накопили клиентскую базу в 10 тысяч клиентов, уже чуть-чуть больше. Причем, изначально я делал презентацию до выходных, и у нас было там 90 с чем-то клиентов. За выходные добавились еще новые клиенты, мне пришлось немножко переделывать славы. Теперь у нас такая приятная цифра, 10 тысяч клиентов. И кайф в том, этой программы в том, что мы видим портрет нашего целевого клиента. То есть к нам ходит примерно 65% мужчин, 35% женщин, то есть меньше. Средний возраст 31-40 лет. И исходя из базы, я делал недавно анализ, постоянных гостей у нас чуть-чуть меньше 4 тысяч. Это те гости, которые приходили к нам более двух раз. Откуда у нас берутся гости? Опять же, я сделал анализ, и самый-самый прибыльный источник трафика, это, как оказалось, реферальная программа. Именно по реферальной программе, при виде друга, вот эта фишка сработала у нас, и мы получили более 1600 клиентов, выручка от которых составила 7 миллионов 766 тысяч. Причем этих клиентов на самом деле намного больше, примерно раза в три. Я сделал выборку именно тех клиентов, которые хотя бы один раз к нам приходили. Их у нас 1600 клиентов. Просто в приложении нас нашли и дошли до 305 тоже клиентов. То есть там намного больше, на самом деле их около полутора тысяч, именно те, кто пришли, и их 305 клиентов, и выручка составила почти 2 миллиона рублей. Из Инстаграма пришло не так много. Мы не так давно разместились в Инстаграме. Пока пришло 28 клиентов, но выручка от них уже составила более полумиллиона рублей. Вот так есть статистика именно реферальной программы. Кто не знает, в первой столбе, который поделен на зеленую и серую части, это первый уровень клиентов. Те гости, которые скачали мобильное приложение либо у нас в баре непосредственно, они уже являются нашими клиентами, проходили мимо, зашли, проживают рядышком, посетили бар. И бар сказал примерно следующее. Хотите получить бонусы у нас, скачивайте мобильное приложение, будет у вас пресный бонус, можете списать их при первой покупке. И почти 7 тысяч людей скачали мобильное приложение в последствии у нас в баре. Плюс с разных источников мы размещаем промо-ссылку в разных источниках. Это и в соцсетях, это на листовках, и торгетированной рекламе. На первом уровне у нас достаточно много клиентов. И вот их друзья у нас составляют активная база примерно 1075 клиентов на втором уровне. Те, кто пришли непосредственно в бар и совершили покупку. Друзья друзей, второй уровень. Третий уровень друзей, пятый. И есть уже седьмой уровень, седьмое поколение друзей, через семь рукопожатий. Но оттуда еще пока никто не приходил. Семами у нас были гости с шестого уровня. Представляете? Друзья друзей, друзья друзей друзей. До шестого уровня приходят к нам в бар. Настройки реферальной программы достаточно простые. Дарим 100 бонусов за подключение. За друзей 5%, по 2% от друзей друзей и 1% с третьего поколения. Плюс дарим 300 бонусов на день рождения. Периодически делаем какие-то рассылки, сертификаты, дарим акции по акциям на праздники и так далее. То есть, в принципе, мы достаточно много раздаем бонусов, но сделали возможность списания бонусами 30% от чека. Для чего мы так сделали? Чтобы не было такого, что клиент купил, например, на внушительную сумму в одном баре, накопил бонусы и подошел и искал бонусы в другом баре, где у нас фаршизи является владельцем другого бара. Это его бизнес, и он отдаст абсолютно бесплатно напитки. Нет, такого не должно, поэтому максимальное списание это 30%, чтобы в любом случае наши партнеры, все наши партнеры оставались в плюсе, даже если человек спишет вообще все баллы. У нас это все очень легко и просто интегрировано в учетную программу GainApp. Они специально написали для программы UDS интеграцию, абсолютно бесплатно сделали. И в интерфейсе кассира появилось такое окошечко UDS под клиентом. Либо можно переключить и туда ввести номер телефона, номер клиента. Поэтому бизнес-процесс достаточно простой и быстрый. Клиент подходит и заказывает напиток, еду какую-то, открывает приложение, показывает QR-код, как видите на слайде. QR-код сканируется сканером. Все видны, наверное, сканер на кассах пятерочки, еще где-то. Он сканирует QR-код. Клиент и дальше либо списать бонусы, либо не списать, либо копить. Нажимает кнопочка «Обросить» картами, либо наличными. Все. Процесс занимает буквально 30 секунд и никак не тормозит, когда у нас есть поток, например, в пятницу гостей. Если в сухом остатке, что нам принесла продаяльность ИГС за три года использования для этих паров, то фактическая скидка составила 12%. Смотрите, списать можно до 30%, но так как кто-то копит бонусы, кто-то списывает раз в неделю, раз в месяц, то фактическая скидка практически не превышает 12%. И это очень выгодно на самом деле, потому что у нас есть немало клиентов, у которых 20% HBK, 25% фактическая средняя скидка на 12%. Если мы делали бы это, мы потеряли бы денег гораздо больше. Дополнительно общая выручка от использования приложения составила более 11 миллионов рублей. Здесь я взял все источники трафика, которые у нас располагают вне бара. То есть это и реферальная программа, это и Инстаграм, это другие соцсети, это таргетированная реклама и так далее. Общая ручка дополнительная через приложение составила 11 миллионов рублей. Мы не знаем тех людей, которые у нас непосредственно в бар уже ходили. То есть это отдельная статистика, там более 50 миллионов вообще-то варабанов прошло через приложение. Сэкономили на выпуске пластиковых карт порядка 170 тысяч. Отходы опять же это сумма. Если взять стоимость обычной пластиковой карточки скидочной где-то 10-12 рублей, плюс анкету заполнить, распечататься анкеты, плюс вынести эти данные в CRM-систему, это все равно стоит каких-то денег, так как затрачивает время кого-то из сотрудников, то примерно в середине 17 рублей находится бонус в карте. Мы сэкономили, то есть у нас 10 тысяч клиентов, мы сэкономили на этом 170 тысяч рублей. Получили более 6500 отзывов и оценок. У нас бары, они франшизные, и для нас получается некий дополнительный контроль. Мы видим, что происходит в каждом баре, насколько люди довольны, либо недовольны, ставят единичку, либо ставят 5 звезд, все хорошо, пишут какие-то отзывы, либо предложения. Поэтому дополнительный контроль по франшизным барам очень важен, и мы это видим. Ну, экономия на смс-рассылках здесь тоже колоссальная, на самом деле более 3,5 миллионов рублей. Веряне сделаем рассылку по нашей клиентской базе с какими-то новинками, с новостями, с выступлением кавер-музыкантов в наших барах. Просто поздравления, праздники и так далее. Так платили бы в среднем где-то 2,5-3 рубля за смс на всю клиентскую базу. Это уже одна рассылка порядка 30 тысяч таких рассылок мы делаем раз-два в месяц. Поэтому экономия на смс-рассылки тоже колоссальная за счет того, что мы изменили на пушу. Это код вступления в программу лояльности нашей парам. Если есть желание, можете открыть смартфон, навести камеру, сканировать, получить приветственные бонусы и приходите в любой из наших паров, которые найдете в платформе EDS. И еще раз напомню, если вы подпишетесь на мой инстаграм, пишите мне я вам пришлю в файл 23 источника трафика как получить новых клиентов. Друзья, у меня на этом все. Надеюсь, я вам был полезен. Проверь. Подключайся. Я завершу документацию. Эдген есть какие-то вопросы? Друзья, Спасибо.